В этом видосе я вам покажу офигенный способ фарма гемасиков в пейсимуляторе. Стало интересно досматривать ролик до конца. Но если вы наберете на этом ролике 500 лайков за 2 часа, то я разыграю для вас хьюж питомца, который у вас на экране. А для участия вам нужно просто подписаться на канал, поставить лайк на это видео и написать любой комментарий с вашим ником от Роблокса. Но если вы наберете 1000 лайков за 2 часа, то я разыграю даже двух хьюж питомцев, которые у вас на экране. Все в ваших руках, желаю удачи и приятнейшего вам просмотра. Если вы давно хотели купить робуксы, то вам на сайт робукс500. Тут вы всегда сможете купить робуксы по низким ценам. В этой час осуществляется через группу или с помощью метода трансфер. А также у робукс500 часто проходят различные розыгрыши и акции. Ссылку на робукс500 я оставлю в закрепленном комментарии. Удачных вам покупок! Всем привет, ребята, с вами как сайт Цезарь и добро пожаловать в пейсимулятор X в Роблокс. И как вы все уже наверное знаете, вчера в субботу вышло новое обновление, а именно связанное с квестами, при выполнении которых мы будем получать определенный поинт. Вот у меня их 380, и мы их можем потратить на различные товары в квест-шопе. Например, хаверборд 5000, буфстайл 1000, либо же квест эк 400, с которым мы можем получить хьюж питомца с шансом 0.1. Это новый хьюж питомец, их еще не так много, кстати, выбили. Можем даже выбить плюс один эквипет и так далее. Но еще у нас увеличился фарм геймов. Как вы знаете, в прошлом обновлении у нас добавилась локация Diamond Mine, но она была полная фигня, потому что в ней фарм был максимально слабенький. Но сейчас фарм увеличился, и теперь реально можно нормально фармить. Поэтому в этой видосике я вам покажу, как реально можно много фармить этих гемасов. Поэтому прямо сейчас обязательно подписывайтесь на канал с этой куськи, пишите комментарии и участвуйте в розыгрыше в начале видосика. Короче, как фармить гемасы? Вот, чтобы вы понимали, а, кстати, я вот купил себе яички, вот эти вот квест-эк, я уже их много уже покупал, я открыл этих пэтов, да, вот они. И вот они. Стоят они где-то сейчас, ну, по сколько там, ну, где-то за 2, там, и 7, 2,8 миллиарда, их можно спокойно купить. И эти гемасики вы краски сможете на изях легко нафармить, теперь в Diamond Mine, потому что это вообще несложно, и легко сможете купить себе вот это яйцо, потому что оно стоит дешево. И вдруг вы сможете выбить хьюж питомца. Короче, что для этого нужно? Кстати, еще есть тем более Diamond Mastery, с помощью которого мы сможем еще больше фармить. Вот у меня пока что только 9 уровень, хотя я довольно-таки много уже фармил в Diamond Mine, но у меня только 9 левел пока что. В общем, для этого вам нужны хорошие пэты. Как вы знаете, во-первых, у нас добавился энчант на, там, какой-то даймонд. Давайте сейчас отправимся в фэнтези. И нам это все нужно. Но нам еще нужны хорошие питомцы. У меня пэты не такие хорошие, потому что, чтобы вы понимали, вот я фармлю реально неплохо. Я довольно-таки быстро фармлю 1 миллиард. Но у меня все равно питомцы не самые лучшие. Вот у меня пэты, вот сколько тут, по 18 кью и так далее. Если у вас прям реально будут хорошие питомцы с хорошим энчантом, то вы очень сможете много фармить, потому что... Ну, я где-то, наверное, 1 миллиард, может быть, коплю минут 10-15, да? Но зато я видел одного ютубера, у которого пэты были настолько мощные, там, с хорошими энчантами и так далее, что он 1 миллиард, наверное, фармил буквально за минуты 2. В общем, у него прямо там очень много фармилось. У меня, конечно, помедленнее. В общем, у нас новый энчант, во-первых, Diamond Backmaster и Diamond Back. Но это, если честно, такое себе. Скорее, лучше, наверное, себе прокачать, я думаю, Diamond Backluck 5, потому что при ломании определенных, там, получается, сейфов, вам будут выпадать с разным уровнем мешочки, из которых вы сможете получать много-много гемастиков. И они вам очень принесут хорошую прибыль. Также я, конечно, этим энчантом не пользовался. Я все это фармил все это время вот этим питомчиком. Я просто искал, какие у меня пэты есть на Diamond, типа, чтобы просто увеличить свой фарм. Но вы обязательно найдите себе какие-нибудь там мощных легендарок, да, потому что это обычные мифики. И вот у меня просто повезло, что у меня есть вот такие вот, получается, как энчант, например, там, Diamond 5 или Diamond 4. Но желательно иметь хорошие легендовые, там, какие-нибудь там обновления, да, там, Dark Matter и так далее с очень мощной статистикой. Либо же, если вам вдруг фартанет, и вы найдете, например, там, мифических пэтов там Dark Matter, да, у которых там больше 100 Q или даже там 300 Q, которые сейчас есть, и с хорошим энчантом на Diamond, тогда вы сможете фармить еще больше. Я фармлю не так много, потому что у меня питомцы не самые лучшие. Вот, но все равно фарм очень быстрый, но с лучшими питомцами будет еще фарм намного-намного быстрее. В общем, я фармлю питомцы с Diamond. Вот если посмотреть, какие у меня пэты надеты, у меня вот есть пару хугов на Diamond, но он тут слабенький. А так вот, смотрите, у меня Diamond 3, Diamond 4. Тут вот эти вот двух пэтиков надевто, смотрите, Diamond 5, тут Diamond 4 и Diamond 3 минимум, наверное. А так вот в основном, скорее всего, Diamond 4 и Diamond 5. Вот такие дела. Вот такие вам пэты нужны, но еще желательно, во-первых, вам нужны более хорошие статистики, также еще Diamond Backluck, чтобы был еще больше фарм гемастиков, и еще у нас вернулись фрукты в игру. Если вы будете еще фармить фрукты, только они теперь немножко их уже сбалансировали, они теперь не такие жесткие, вроде как они еще тратятся быстрее, и не такой дают огромный буст, но все равно они вам прибавят фарм к гемастику. Например, радужный фрукт, он дает ко всем, правильно же, буст? Вот, получается, нужно фармить для Diamond, вот такие вот апельсинки, фиолетовые апельсинки. Короче, вам нужно для этого фармить, короче, эти мандаринки, скажем так, я не знаю, как это называется, но, в общем, эта штука тоже прибавляет очень хороший фарм к алмазам, обязательно ее тоже нужно использовать. И, в принципе, все. Кстати, вот я вот заметил то, что у нас, по-моему, удалился, получается, буст на алмаза, что странно, конечно, но почему-то его удалили. Также, ну, тут в шопе вы ничего такого особенного не найдете, кстати, почему-то у меня он забавился и не открывается, но да ладно. В общем, вы фармите вот это вот все, вот смотрите, только раз, вот еще четвертый фруктик, да, вот у меня уже сколько, 1.43, да, и идете в Diamond Mine. И что вы делаете? Смотрите, идем сюда, идем в Mystic Mine, и что вы делаете? Вы берете, во-первых, на стройках, открываете Pet Setting Single обязательно, отправляйтесь в самую лучшую локацию, вот в это вот, и вы можете, в принципе, фармить и АФК, допустим, АФК ЧС, да, но это не особо хороший фарм, потому что, ну, я от него не вижу смысла, потому что можно намного быстрее фармить, верно? Верно. Выставьте сюда по центру, только желательно, опять же, вот, ну, мне на випке удобно, я могу поперезаходить, у меня каждый раз сервак обновляется. Лучше всего поперезаходить, и подождать, пока вот у вас прям реально будет много вот этих вот, получается, спотов, да, именно с большим количеством икса, то есть вот тут, например, видите, у меня тут есть икс, на какой, на сколько тут икс? Икс 3, да, я, бывает, захожу, где у меня икс 100, икс 25 и так далее. В общем, это намного лучше. И что вы делаете? Вот, вот, вы под все эти иксы отправляете своих пэтов, там, куда-то мы еще отправляем, вот туда отправляем, вот сюда отправляем, сюда, сюда, так, сюда тоже, сюда, дальше, сюда мы отправляем еще питомца, сюда отправляем, дальше, вот, и желательно, короче, перезаходить, пока у вас не появится вот прям реально хорошее количество иксов, потому что вот сейчас, вы видите, у меня на североке, ну, как-то слабенькая, тут максимум икс 3, икс 5, да, прям, ну, очень слабенькая, на самом деле, желательно, чтобы было намного больше, например, там еще икс 10, и так далее. Так, куда я еще могу отправить пэтов? Я еще могу отправить пэта, допустим, просто это тоже много чего иксов уже выформил, потому что я до этого видоса формил и доформил уже реально довольно-таки много, очень даже много. Так, ну и допустим Куда еще можем отправить сюда, можем отправить Питомца Так, можем отправить пэтов еще Куда, 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 мы можем еще отправить Вот туда можем еще отправить x3 Так, и так, вот, вот сюда Еще можем отправить, отлично Так, и вроде бы все На все x я отправил, поэтому можем просто Куда-нибудь сейчас подправить питомника Сюда, сюда и сюда отправляем И все, вот смотрите, у меня идет фарм Да, идет фарм, у меня тут стоит вот это вот, еще вот этот x И посмотрите, вообще спокойно вот каждую секунду, вот, ну, буквально реально каждую секунду я получаю по одному миллиону плюс. А то бывает еще в какой-то момент намного больше. Например, при ломании этих подарочков при достигании какого-то момента я получаю еще как бы буст. И в конце вы еще получите мешочки и так далее. В общем, прям очень много будете фармить. И вот, получается где-то сколько? 60 лямов за минуту, да, вот, как раз, как я говорю, где-то за 10-15 минут я спокойно фармлю 1 миллиард гемов. Поэтому, прошу прощения, мне звонят. В общем, короче, вот таким образом вы фармите и где-то за 10-15 минут, если как у меня, да, вы будете фармить 1 миллиард. То есть, прям вообще спокойно. Но, если у вас будут лучшие питомцы, лучше споты просто поперезаходите, потому что все равно у вас вот эти штучки споты, они ломаются довольно-таки долго, поэтому лучше найти сервак, где у вас там будет x10, допустим, x25, x100 и так далее. В общем, это несложно, просто пару раз перезаходите и найти себе хороший сервачок, до которого вы сможете реально нормально фармить. Также вы фармите нормальное количество фруктов и найти хороших питомцев с хорошими статорами, например, Diamond 5 и еще Diamond Backlug. Очень тоже хорошая штука, потому что, когда вы ломаете различные штучки, там выпадают пешочки с уровнем. Например, давайте сейчас я вот уберу всех пэтов, да, и, допустим, сломаю какой-нибудь, ну, допустим, вот этот подарочек, да, сейчас посмотрим то, что у них есть различный уровень. Вот. И чем больше уровень, естественно, тем больше мы получим с вами гемесиков. Так, давай-ка фармим, 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 фармим. Вот видите, если вот получая, не знаю, каждая секунда получает по 1100-1200, да, а вот когда я вставил пэтов на все вот это, я спокойно фармил где-то по миллиону, даже 2-3 миллиона в секунду. Поэтому за 10-15 минут спокойно миллиард сможете нафармить, но если у вас будет лучше питомца, то вы миллиард сможете вообще, наверное, нафармить минут за 5, прям максимум. Если вот прямо выполнить все критерии. Вот видите, там сейчас у меня второй уровень, да, у Даймондбека. А может быть и третий, и четвертый, по-моему, я даже видел. Хотя я точно не уверен, но, по-моему, был такой уровень. Вот. И если вы фармите много фруктов, получите хороших пэтов и так далее, то вы сможете прям реально очень много фармить данных, получается, гемасиков. И спокойно себе сможете покупать, например, квестэк, где-нибудь от Редик Плази, и открывать их и получать классных пэтиков. Вот, например, давайте сейчас я тоже открою. Вот у меня здесь вот эти яйца. Давайте прямо сейчас их откроем, кстати-ка. Почему бы и нет? Так, кстати, давайте так. Если вы досмотрели ролик до этого момента, я сделал еще один дополнительный розыгрыш. Второй. Разыграю. В общем, три таких яйца. Тоже там лайкосик, подписочка, комментарий с вашим ником от Роблокса. Вот. В придачу вы сможете получить еще яйцо. Так, погнали. Давайте сразу откроем восемь штук. Я хочу прям сразу восемь штук открыть, потому что я никогда не открывал восемь эксклюзивных яиц. А так как они стоят дешево, то это прям реально круто. Так, и... Ага, мне не фартанало. Я понял, пасибочки. Так, везде М10, М10, М10 обычный, да? Ну, ладно, мне в общем выпал обычный. Так, и еще пять яиц у меня есть. Давайте откроем три. Блин, вот было бы круто выбить реально хуго. Было бы очень круто, но мне кажется, мне не фартит. О, второй шайни, кстати, выпал. Второй шайни, прикольненько. Так, и у меня еще осталось два яичка, да? Ну, давайте откроем раз. Посмотрим, что мне выпадет. Я очень сильно хотел бы хуго выбить. Было бы, на самом деле, классно. Их не так много сейчас выбито. У них шанс 0-1. И стоят они довольно-таки дорого. По крайней мере, сегодня я видел, его продавали за 250 миллиардов. Я думал купить его, но не стал. Так, открываем, 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 открываем. И... Ну-ка, нет. В общем... О, зато мне выпал радужный, нифига себе. У меня радужный эксклюзивочек выпало. Прикольненько, на самом деле. Я, конечно, немножко расстроен, но все равно. Гемаса сейчас фармить очень легко. Реально, вот с помощью у нас, тем более, еще идет X2 Diamonds. Кстати, ивент обязательно используйте. Его пока он сейчас еще работает. Фармите гемасики. Можно реально легко нафармить гемасы и подкрывать вот эти вот эксклюзивные яйца. И, может быть, вы сможете выбить себе хьюж питомца. Вот я уже сколько их подкрывал. У меня тут два этих есть. Даже есть радужный. Нифига себе. Прикольненько, да? Вот сколько у нас уже есть прототипов, интересно. Ну-ка, прототипов уже выбито. Прототипов уже 300 штучек выбито. В общем, шанс у них 0-1. Шанс выбить есть. Стоит он довольно-таки дорого, на самом деле. И гемасы фармить легко. Если вы сможете прям реально все условия объединить, которые я вам сказал, вы сможете фармить очень быстрые гемасы и покупать эти яйца. Ну и, в принципе, все. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, пишите комментарии и участвуйте в розыгрыше. Все, ребята, всем пока-пока. С вами был Каак, с вами я Цезарь и удачи. До скорой встречи в новом видосике. Все, ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok